Поезда в последнее время стали больной для нашего региона темой. Сначала руководство Северной железной дороги пыталось отменить ЖД сообщения по маршруту Иваново-Юрьев-Польский. Затем, совсем недавно, под угрозой оказался поезд Иваново-Ярославль. В среду зампред правительства Александр Фомин и председатель областного комитета по транспорту Василий Силкин попытались объяснить журналистам, кто виноват в железнодорожных скандалах и что руководство региона будет с этим делать. В прошлом году мы впервые столкнулись с тем, что Северная пригородная компания предъявила нам свои убытки существенно выше тех, которые были оговорены на старте и нашли свое отражение в государственном контракте. Там динамика достаточно впечатляющая. Северная железная дорога давала планируемые убытки на 2012 год в размере 119 миллионов рублей. Северной пригородная пассажирская компания давала убытки в размере 91 миллиона рублей. Убытки на 2013 год Северная пригородная пассажирская компания давала уже в размере и указала их в договоре 247 миллионов 800 тысяч рублей, а Северная железная дорога в размере 137 миллионов рублей. Вы обратите внимание на то, что там у них левая и правая рука немножко не знают, что делают друг друга. То есть выставляя разные суммы, мы даже не понимаем, на что мы должны ориентироваться. Дело ясное, что дело темное. На поездах в регионе не экономят. Но и такую то ли заоблачную, то ли туманную сумму платить никто не собирается. А если потребуется, руководство области готово отстаивает свою точку зрения в суде. Почему это произошло? Что случилось? Объемы перевозок остались те же самые пассажироперевозок. Планы на 2013 год по пассажироперевозкам у Северной пригородной пассажирской компании остались те же самые. Затраты, то есть вагоны километра, остались те же самыми. 2 миллиона 200 вагонок километров на 2012 году и на 2013 год, та же самая цифра. Значит, соответственно, выросли затраты. Выросли затраты у Северной пригородной пассажирской компании. И очень резко. Практически там почти в четыре раза. Что касается злополучного поезда Иваново-Юрьев-Польский, отменить его полностью регион не позволит. Правда, изменения все же будут. Отменен дневной поезд. Вместо него по заданному маршруту будут ходить автобусы. Утренний и вечерний поезда останутся. Если вы посмотрите на существующие графики, которые остались, четыре графика. Утром выходит из Иваново, утром выходит из Юрьев-Польского. Они приходят, соответственно, в Иваново-Юрьев-Польский. И вечером выходит из Иваново, и вечером выходит из Юрьев-Польского. Для того, чтобы людям, которые выбрались из определенного населенного пункта утром, могли вечером туда же, в этот населенный пункт, вернуться. И добавили, соответственно, убрали. Решили, что дневной мы можем убрать, подойдя к этим 55 миллионам. Потому что там существует ниже пассажиропотока в это время. Там заполняемость, мы посмотрели на заполняемость данного состава от 30 до 35 процентов. Ярославский поезд правительства региона отстояло в полном объеме. Сейчас также решается вопрос с самовольным изменением компанией-перевозчиком станции отправления поезда Иваново-Юрьев-Польский. Сейчас это станция текстильной, хотя по договору Ивановский ЖД-вокзал. Комитет по транспорту направил запрос в северную пригородную пассажирскую компанию с требованием вернуться к неукоснительному исполнению договорных обязательств.